Губернатор Борис Дубровский дал большую пресс-конференцию. Это вторая встреча с журналистами за год. Приехали почти 100 представителей СМИ из городов и районов области. Сотрудники 70 изданий, сайтов и телеканалов. Беседа с репортерами вновь проходила не в резиденции главы региона. От этого формата Дубровский отказался еще полгода назад, когда пригласил всех журналистов в Карабаш. В этот раз встреча прошла в цехе высота 239 Челябинского трубопрокатного завода. На производстве губернатор дал старт сварки юбилейной 4-миллионной трубы большого диаметра. В торжественном событии принимали участие лучшие сотрудники цеха, а также студенты корпоративной образовательной программы «Будущее белой металлургии». Прошу вас нажать на эту кнопку. 5-4-миллионной тонны трубы. Давайте вместе. Спасибо. И это не единственная причина, по которой пресс-конференцию решено организовать на одном из самых экологически чистых производств Южного Урала. Можно вспомнить, как несколько лет назад группа ЧТПЗ нуждалась в государственной поддержке. И пресс-конференция Дубровский одним из своих решений принял предоставить группе ЧТПЗ государственные гарантии. И мы видим, как эти гарантии выросли в конкретный производственный результат. Мы видим, что достаточно устойчивая компания работает, у нее хорошие перспективы развития, и именно поэтому был выбор площадки сделан в пользу данной группы. Потому что это исключительно такое решение Борис Александровича Дубровского, позитивное, результативное. Отмечу также, что трубы ЧТПЗ используются в таких проектах, как «Северный поток-2», «Сила Сибири», «Баваненково-Ухта», «Заполярье-Пурпе», «Куюмба-Тайшет» при обустройстве газоконденсатного месторождения Филановского, при строительстве спортивных объектов в Олимпийский конькобежный центр в Сочи, стадионы «Спартак» в Москве и «Казань-арена» в Татарстане. Мощность цеха составляет 1 миллион тонн труб в год.